Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Жития святых. Пятый век христианства. Кассета первая. Восьмое апреля. Память во святых Отца нашего Келестиме, Папы Римского. Этот преподобный был епископом города Рима при императоре Феодосии Младшем. Царство 408 по 450 год. Он отличался высоким совершенством в жизни и слове, почему и удостоился избрание на епископскую кафедру Рима, после того, как скончался Папа Зосима. И после него блаженный Ванифати, преемник Иннокентия Великого. Говоря и поступая во всем согласно апостольскому преданию, Келестин своими посланиями не зложил нечестивого Нестория, в чем ему содействовал и блаженный Кирилл. В 430 году, после поместного Римского собора, осудившего Нестория, Келестин написал архиепископу Александрийскому Кириллу послание, в котором было сказано, что если Нестория через 10 дней после получения этого послания не признает веры, содержимой в Риме и Александрии, то будет неизложен и отлучен. В то же время Келестин послал послание к Константинопольской церкви и архиепископу Антиофийскому Иоанну, в которых обличал заблуждение Нестория и извещал о том осуждении, которое будет произнесено, если Нестория будет упорствовать. Кириллу же Келестин поручил привести этот приговор в исполнение, как уполномоченному римского епископа. Составив множество и других достойных памяти словесных наставлений, он мирно скончался, переселившись в вечную блаженную жизнь и торжествует с сонми апостолов и отцов. Кончина преподобного Келестина последовала в 432 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.